Они уже готовы к запуску. Криптозолото было представлено 30 июля 2020 года. Они начинают осуществлять то, о чём я говорил несколько недель подряд. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Наконец-то, наконец-то XRP зашевелился. XRP достиг 30 центов, проведя столько времени в изнурительном флете. Месяц назад он стоил всего 16 центов. От низа до пика это более 90%. За сутки он вырос больше всех в топ-25 криптовалют. За неделю он вырос на 32%. Не только это, ребята, биткоин достигал пиков 12 тысяч долларов. Сейчас немного откатился, но это нормально для тех, кто давно торгует на этих рынках. Если вы новенькие и ещё не видели таких движений раньше, то для вас это выглядит страшно. То, что я хочу сказать вам, что за всей этой истерией, сомнениями и колебаниями следует свет в конце тоннеля. И это только первый предвестник того, что нас ждёт впереди. Что нас ждёт, это ещё большая волатильность цен. То, что нас ждёт, изменит наши жизни. Многие уже сказали, что эти колебания цен, которые мы сегодня наблюдали, просто ничто, по сравнению с тем, что будет по мере принятия биткоина, эфириума, XRP и так далее. И я полностью с этим согласен. Если вы почитаете мою книгу, вы будете точно знать, что будет происходить. И будете в курсе моей стратегии по выходу из рынка. В том числе и из Ripple XRP. И сейчас на этом YouTube-канале я скажу прямо, я не выйду из Ripple XRP до тех пор, пока его цена не будет состоять из двух цифр. До запятой. Когда курс достигнет этого, вот тогда я и начну думать о выходе. Кстати, вы можете предзаказать мою книгу по ссылке в описании со скидкой в 50%. Предпродажа будет длиться до декабря. Именно тогда я планирую выпускать книгу в полноценную продажу. После всего, что я вам рассказал, вы понимаете, что XRP может сделать. Что ликвидность по требованию может сделать. Что у Ripple очень много применений в цифровом будущем. Это то, на чем мы должны быть сфокусированы, независимо от того, нужен ли этим банкам, финансовым институтам и правительствам XRP прямо сейчас. Я думаю, момент, когда им он станет нужен, скоро настанет. Причина, почему я так думаю, заключается в том, что ФРС остановила инъекции ликвидности в рынок РИПО. Был момент, когда они вливали в этот рынок до триллиона долларов в день. Просто чтобы поддерживать и раздувать систему искусственно. Они перестали делать это несколько недель назад. И отсроченная реакция рынка на это скоро наступит. Кризис ликвидности. Это последствия для системы, которая пытается слезть с иглы ФРС. Экономика тоже переживает коллапс. Минус 32% во втором квартале для США. Мы уже знали, что эти цифры будут явно не позитивными. И это потому, что экономики целых стран были закрыты на замок. Когда ты искусственно закрываешь мир, вот что происходит. Экономики падают с историческим грохотом. На это тоже последует отсроченная реакция. Системный шок. Однако нужно также понять, что в открывающихся странах экономика начинает и начнет восстанавливаться. Это будет происходить медленно, но уверенно. Не обойдется без искусственной инфляции, количественного смягчения, стимулирующих выплат, снижения ставок и других любимых инструментов центральных банков. Дональд Трамп объявил, что он хочет сделать отрицательные ставки. Дональду Трампу нужно рисовать хорошую картину перед выборами. Но то, что Джуди Шелтон зашла так далеко, значит только одно. Мир готов перейти от традиционной раздутой фиатной системы на новый золотой стандарт. Мы видели, как они говорили об этом. Джуди Шелтон хочет создать цифровой золотой стандарт в криптовалютном поле ответственности. Она уже прошла первое голосование в Банковском комитете Сената США. Это история, которая пишется на наших глазах. Мы видели, как CME Group говорили о цифровом золотом стандарте, о цифровой транспортировке золота. Эта статья была опубликована 30 июля 2020 года Кори Джонсоном. Кори Джонсон работал в компании Ripple, главным рыночным стратегом в 2018 году. Он работал с финансовым директором компании Роном Уиллом, и его задачей было объяснять инвесторам суть компании Ripple и токена XRP. И он знает, в чем суть, ведь написал статью под названием «Криптовалютное золото». Вот в чем суть. Не думаю, что это совпадение, что бывший сотрудник Ripple пишет такую статью. Я хочу зачитать вам несколько важных моментов из нее. Это физическое золото. Это криптовалюта. Она поддерживается правительством. Это новый продукт из Силиконовой долины, в котором смешиваются золото и криптовалюта. Сегодня Uphold, цифровая инвестиционная платформа из Сан-Франциско, объявила о том, что она называет лучшей формой золота. Универсальное золото. Пользователи могут купить криптовалютное золото, токен, который верифицируется на блокчейне Эфириума и проверяется охраной фирмы Сертик. После чего Uphold незамедлительно заключает контракты на покупку физического золота у правительства Австралии. Друзья, то, что мы здесь видим, это запланированный переход на новый золотой стандарт. Медленно, но уверенно. С помощью обеспеченных золотом стейблкоинов. Это огромный сигнал, что запущенное уже не остановить. Кризис ликвидности также привлекает сюда и Ripple On Demand Liquidity, что будет играть немалую роль в переходе в новую криптовалютную эру. Новые рельсы для глобальной финансовой системы. Они уже готовы к запуску. Криптозолото было представлено 30 июля 2020 года. Они начинают осуществлять то, о чем я говорил несколько недель подряд. Мы были правы. В недавнем видео я показывал планы австралийского банка по переходу в безналичный мир. Абхолт, о котором мы говорили, собирается делать цифровое золото с австралийским правительством. Крупнейшая телекоммуникационная компания Telstra подверглась кибератаке. И она тоже находится в Австралии. Очень странно. Кибератака Telstra говорит, что некоторые домашние интернет-соединения могут испытывать проблемы из-за кибератаки. В этом году как-то слишком много атак. Самое громкое взлом Твиттера. И я не думаю, что это просто совпадение. Это 2020 год. И все, что мы в нем делаем, это ожидаем того, чего другие не ждут. И не ждали. Мы живем в волатильные времена, когда самые необычные явления происходят. Возможно, в некоторых странах начнутся отключения интернета. Интересно, что будет дальше. Я уверен только в том, что глобальная финансовая перезагрузка и цифровой золотой стандарт уже на пороге. Принятие цифровых валют тоже неизбежно. Индийское правительство подтверждает, что законопроект о криптовалютах ожидает одобрения. Мы понимаем, какую важную роль играет Индия в принятии XRP. Ведь Ripple уже связан с правительством Индии, предлагая им свою структуру. Законопроект о виртуальных валютах в Индии уже был представлен и ожидает одобрения в Министерстве финансов. Российский президент также подписал законопроект о криптовалютах. Мы входим в эру регуляторной ясности в отношении криптовалют. Нации БРИКС уже готовятся, но они не отправят вам письмо, когда они будут окончательно готовы, и что они отправят цены на криптовалюту и XRP на Марс. Они просто это сделают, и если вы пропустите это, назад пути уже не будет. И вишенка на торт – это США. Это статья сайта Ripple, как США могут проложить путь к глобальному регулированию цифровых активов, и почему они должны это сделать. В мире цифровых валют назревают перемены, и большая часть их обнадеживает. Последние новости и события свидетельствуют о взрослении индустрии. Теперь это серьезно обсуждают финансовые институты, центральные банки и глобальные регуляторы. Это предвещает интеллектуальное и прозрачное регулирование цифровых активов, принимаемое во всем мире. Вот вам пример такого регулирования. Это официальный документ управления по финансовому регулированию Великобритании. По мнению английского регулятора, регулирование блокчейна цифровых активов должно защищать целостность рынка потребителей с одной стороны и обеспечить ясность для отрасли с другой. FCA классифицирует цифровые активы в соответствии с их основным использованием. Это utility токены, ценные бумаги и токены для обмена. Великобритания – не единственная юрисдикция, которая уже устанавливает прозрачное регулирование. Япония, Сингапур, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты также разрабатывают практическую нормативно-правовую базу. Соединенные Штаты Америки в этом плане заметно отстают. Это подрывает способность американских компаний конкурировать, создает проблемы для национальной экономики и безопасности США. Я бы не сказал, что они вообще ничего не делают, ведь я нашел этот документ комиссии по ценным бумагам и биржам США из 2019 года. Он описывает запуск платформы цифровых активов DAF в 2019 году. Однако, эта структура не имеет четкой ясности и может по-разному интерпретироваться разными людьми. То, что может растяниваться разными людьми по-разному, точно не может считаться руководством. Однако, это уже были первые шаги. Поэтому, я уверен, США не станут вставлять палки в колеса, а наоборот. Как и в случае с интернетом в свое время, США еще имеют возможность лидировать в регулировании цифровых активов. Для Соединенных Штатов будет катастрофой уступить кому-либо это место, например Китаю. К сожалению, для них похоже именно к этому индустрия и идет. Теперь вы понимаете, в какой день мы живем. Когда принятие криптовалют, если ставится под знак вопроса, то только под вопрос выживания. Россия, Индия, БРИКС готовы. США не имеет выбора. Рипл работает с регуляторами напрямую и не без причины имеет офис в Вашингтоне. Теперь это неизбежно. Блокчейн-революция, криптовалютная эра. И поверьте мне, мы, как одни из первых, получим свое вознаграждение. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за историческими событиями в мире финансов. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok